Благодарю за тобой. Чувствую твоей крови. Один из тех пригласился, в каком он побоится без смерти, сочетесь и спасли. Слава тебе! Воспоминание Господа Бога Спаса Нашего Иисуса Христа. Я кравчан из коллеги в Едесе, я празднусь непорочен к нам, стрелучих его безгласен, так он отрезает ум своих. Я празднусь за их, во свиньи насудку взяться, род же его в конюсторе весь. Я празднусь за лица, один не животный пол. Жреца, агнесть Божия, землющий грех мира, за мирский живот и спасение. Божия мира. Иди на двое, как меня ревнула его провозла. Я, без этих крови, когда увидела сведет fell into the world и стала свидетельством и бога. Честь и Память, Пресвятой Пречистое и Благослови 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Звонит Господа в покорении души усохших Рабов Твоих. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 тонет его Господь за руку, вытягивает, как Иоанн и Аков делят власть, кто сядет справа или слева от Христа, как Иуда идет предавать. Все Евангелие, оно полнится, рассказывали про апостол. А вот эти люди, они как бы в тени. Какие-то скупые строчки, как следовали за крестом женщины, как служили они ему своим имением, как помогали они Христу в тех путешествиях проповеднических, которые Он совершал. Естественно, нужно было и кормить, и какой-то кровь, и какой-то быт организовывать. И вот это делали святые жены Неродосницы вместе с Марией, вместе с Пречистой, я имею в виду Божьей Матерью, Марией Хриоповой, тоже родственницей и так далее. И вот сейчас мы сегодня, в этот день вспоминаем о подвиге. О подвиге, который как бы даже не претендует ни на какую-нибудь славу, ни на известность. Вообще Евангелие в этом смысле очень парадоксально. Иосифу Никодиму. Про Никодима вообще рассказывается. Он однажды ночью пришел ко Христу, чтобы никто не знал. Представляете, вот Никодим говорит, я хочу, чтобы ты уделил мне время, но так, чтобы никто этого не видел. Потому что меня сразу осудят за то, что я с тобой общаюсь. Никодим прячет свою веру во Христа. Иосиф тоже никак не проявляет. Он не ходит за Христом, он не приходит к нему послушать Его. Но вот в тот момент, когда все кончено, когда Христа позорно казнили и потом распяли, похоронили, казалось бы, даже апостолы разбежались. Казалось бы, все, крах, неминуемый позор даже всем, кто рядом с Ним был. И вдруг эти люди, появляются как бы из ниоткуда, приходят к самому Пилату и говорят, дай нам тело Христово, дай нам его человечество похоронить. Как это объяснить? При жизни, когда Христос был в некой славе, и за Ним толку народу ходили, те стеснялись. Когда Христа предали позорной смерти и распяли, они приходят и показывают, что они в Него веруют, что они Его любят, что они о Нем хотят позаботиться. Вообще в Евангелии много парадоксов в этом смысле. Опять же, Христа распинают на кресте, ученики разбежались, а разбойник, который тут же висит на кресте, видит в Нем и говорит, помяни меня в своем царстве. Как это объяснить? Как можно увидеть царя, человека, который висит оплеванный, с пробитыми руками и ногами? Какой это царь? Где здесь царство? Его казнят и плюют ему в лицо перед этим. Где здесь царство? И таких вот, я говорю, парадоксов в Евангелии можно много досчитать, брат Иисус. Или те же оплевки, тоже парадоксы. Клянувся, мы будем с тобой до конца верными, мы будем до смерти пойдем. И оставив учителя, разбежались. А через несколько десятков дней, когда Дух Святой сойдет на них, уже тот же Петр, который трижды отрекся, что скажет? В Деяниях об этом мы читали. Когда апостолов привели на первый суд в Синедрион, уже после того, как Христос воскрес и вознесся, им говорят, почему вы проповедуете имя этого человека? Кто вам дал такое право здесь рассказывать об Иисусе? И что говорит Петр? Нам нужно бояться больше Бога, нежели человека. Мы проповедуем Христа распятого, потому что мы в Него веруем. И мы это будем делать до самой смерти. И в итоге все апостолы что? Стали мучениками. Они все были казнены. Тоже парадокс. Вчера разбежались, а сегодня я верю великую славу, как мученики, как проповедники, как бесстрашные, глашатые Божьи истины. Почему я вам сейчас рассказываю про эти парадоксы, про эти нестыковки, как бы, да, необъяснимые вещи? Да потому, братья и сестры, что помимо законов, ну так скажем, логики в нашей жизни, в нашем мире действует Дух Святой. Вот это очень важно сейчас нам всем понять. Именно Дух Святой, когда сошел на апостолов, изменил их так, что они перестали даже смерти бояться. Дух Святой преображает личности. Именно Дух Святой в момент покаяния разбойника, который висит на кресте на последнем воздыхании, вдруг говорит «Помяни мне Господь в своем царстве», потому что он покаялся в своих грехах, потому что он признал «Господи, я грешен». И Дух Святой дает ему вот это зрение увидеть в распинаемом несчастном человеке, мучающемся, над которым даже его палачи продолжают издеваться. Увидеть царя, увидеть настоящего Господа. И такие слова сказать «Помяни меня в своем царстве». Хотя бы вспомни обо мне, я не достоин войти в твое царство. Хотя бы вспомни обо мне в своем царстве. Он даже не претендует быть рядом со Христом. Он надеется только, что Христос о нем не забыл. И это что, это галлюцинация, это предсмертный огонь? Нет. Это действие Духа Святого, который через покаяние вошел в сердце этого человека и обострил его зрение. За пепеной всего вот этого мрака, который совершался на Голгофе, он увидел, что это вообще-то Господь. Братья и сестры. Это Дух Святой укрепил в руженый раносин, слабые женщины, которые прекрасно понимали, что их могут просто тут камнями закидать. А они идут и стоят и плачут о своем руженном учрите. Это Дух Святой преобразил Иосифа и Никодима. Это же святые люди. Мы сегодня, кстати, вспоминаем Иосифа с Никодимом, именно как святых, не просто как каких-то участников тех каких-то событий. Духом Святым они осветились и стали святыми людьми через подвиг исповедания Христа, через то, что они сегодня сделали. Пришли и, не стесняясь и не боясь никого, исповедовали свою любовь к Христу. Я хочу, дорогие братья и сестры, всем нам, сегодня этого и пожелать, чтобы, несмотря на то, какие в нашей жизни бывают минуты сладости, как Иосиф с Никодимом, стеснялись своей веры, стеснялись, по ночам приходили, не хотели никому показывать. А потом явили себя. В самый главный момент проявили себя. Как апостолы. Клялись, божились, потом предали, а потом снова пришли и стали святыми и страшными проповедниками. Господь принимает всех. Посмотрите, сколько нас сегодня. Я вот поворачиваюсь всегда к вам сюда, из алтаря, а у меня сердце сжимается. Где все? Кто-то дома, кто-то болится, кто-то опасается заразиться или заразить кого-то. И правильно, что большинство из нас сейчас дома. И Господь всех нас принимает. И не терит на тех, кто испугался и остался дома, и тех, кто сейчас вот пришел в храм. Ну, я всегда прошу, чтобы только маски были и вот эта дистанция соблюдалась. И правило есть правило. Но ведь сегодняшний Евангелие показывает нам, что Господь принимает всех. И те, кто побоялся, а потом пришел. И те, кто пришел, а потом побоялся и снова пришел. Дай Бог нам всем вот такую же любовь иметь, которую имеет Христос к каждому человеку. Однажды Марию Магдалину, ну, по преданию говорят, что это ее привели ко Христу и сказали, вот, она тут в грехах была, что нам с ней сделать? Мы ее можем поднять камнями, потому что по нашему закону она во всяких тяжких грехах виновата. А Христос им что сказал? Кто из вас без греха? Первая красная. При этом он что-то чертил на земле. И вот святитель Николай Сердский пишет. А Христос в этот момент писал на песке имена. Забыл он. Ты избил престарелого отца за то, что он пробил корелку. А это был смертный грех, за который можно было казнить человека. Ударить родного родителя по закону евреев считалось смертным грехом. Асир, ты блудил с женой родного брата. Когда Христос писал имена и их грехи, эти фарисеи, которые привели Марину с ужасом, глядя на то, что он пишет, они просто убегали. Они понимали, что Христос в сердцевидец видит в сердце каждого из них и грехи каждого. И писал до тех пор, пока все они не разбежались. Вот эти судьи прочитали, что Христос знает все о них. И осталась только одна Мария. И что сказал имя Господь? Они больше тебя не осуждают, и я тебе больше не сужу. Иди с миром, больше так не поступай. Вот братья и сестры, святитель Николай Семский говорит так. Христос в каждом человеке видит сначала человека. Это мы видим. Вот пьяница идет, вот глутник, вот в гор, уголовник, цыганка. Так, Христос видит в человеке человека. И мы с вами должны такой же образ стараться в своей жизни поднимать. Видеть в каждом кающемся грешнике. Да, важно сказать, Христос не хватает за опыт, не говорит «Ну давай я тебя спасу, пойдем ко мне». Он никого и не притягивает. Из-за фарисея не он не побежал. Христос зовет только кающихся грешников. Это я наперед говорю к тому, чтобы мы не геройствовали. Потому что я знаю, некоторые переходят в некую черту и начинают там, знаете, нарочно там приходят, тащат этого алкоголика. А он говорит, да отстань от меня, я хочу полежать и нет, пойдем ли я тебя не спасать сегодня. Это тоже не подвиг. Подвиг, когда человек кается, когда человек нуждается в том, чтобы в нем видели человека, и когда ты это делаешь. Вот о чем я отвечу. Вот Господь в каждом человеке явил свой Бог. Дай Бог нам всем сегодня подражать такой любви. Радоваться, что Господь всех принят. И, как сказал сам Евангелие, грядущего ко мне не и ждену вон. Тот, кто пытается делать свои шаги к Господу, сидит ли он сейчас дома в самоизоляции, и вот у нас сейчас почти 100 человек, больше 100 человек присутствует незримо. Стоят ли они с нами сейчас во время службы или здесь присутствуют? Каждого, кто тянется до Христу, Господь принят. И никого от себя не прогонит. Это нужно помнить. И мы никого не должны гнать из своей жизни, не отталкивать, не отстранять, но с любовью относиться к каждому. В этом и будет подвиг святых жен, вероносец, которые дарили только любовь и заботу. Каждому, а особенно своему божественному учителю. Моги Господь, Господь, нам Господа также любить и своих ближних, через которых мы любим. Потому что секретцы говорят, любовь к ближнему, есть любовь к Богу. И любовь к Богу, это есть любовь к ближнему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Прости, яко нет человека, который поживет и не согрешит, ты боишься един, кроме греха, правда твоя, правда вовеки, и слово твое истина, яко ты исти воскресенье, живота и покой, усопших рад твоих, все, где мы не нами поминаем, Христе Божий наш, и тебе славу воссылаем, с тобой изначальным твоим отцем, с пресвятым благим и животворящим твоим духом, ныне и пресной, великий вековый. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Исполним молитву нашу Госпоте им О предложенных честных даре Господу помолимся О святом храме всем и с вероем, благоговением и страхом Божиим Ходящих вонь я Господу помолимся О избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью Днем всего совершенно, свято, мирно и безгрешно Господа просим Аргела мирно, верно наставника, хранителя и душителей наших Господа просим Прощения и оставления грехов и прегрешений наш У Господа просим Добрых и полезных душах наших И мира, мира, мир У Господа просим Прощение время живота наших в мире И покаяния искончательства У Господа просим Христианские кончины живота наших обезболезненны Непостыдны, мирны и доброго ответа На страшных судищах Христове просим Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу, Благородицу и Пресно-Деву Марию Со всеми святыми помянувши Сами себе друг друга И весь живот наш Христу Богу предадим Щедротами единородного Сына Твоего С ним же благословь медвести Со пресвятым и благим, уже воотворяющим Твоим Духом Ныне и пристаем в веки веков К мир всем Возлюбим друг друга Да единомыслием исповем мы Возлюбите Господи, веков Своя Господь благослови Возлюбите Господи, веков Свою Возлюбляйте Господи, веков Свою Господи, веков Своей Господь Вы не żyете Вери, вери, премудрость И вновь мне Верую воединенного Бога Отца Вседъезжителя И вошедшие на небеса и сидящие в усной отца, и паки, грядущего со слабого, Он говорит, что судите же вам, Arizona, что не будет отца, или д megстагогосто-ж attendance, если Scriptures для себяliest, или дебısа-ежиттерны, или соцценно-серотно. С поверхностными славами молоку вперед в YourMIN,的話 на wet the world notice, according to the creek, the Church, and the state of the llegar, the 땅 руководствовCest. Вов 금ени Гаила 있지 лекарства , аминар oo right as we are, whichzu is the grace of Jesus. Here is the Lord. Warmth of chapter 2 , Христос Воскресе! Сейчас священник будет говорить, станем добре и станем со страхом, вовремя, святое возношение в мире приносить. То есть переводится так, что сейчас будем стать со страхом, с благоговением, потому что самое святое приношение будет приносить, сопричастие. Станем добре, станем со страхом, вовремя, святое возношение в мире приносить. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа. Благодать Господа, и любовь Бога и Отца, и любовь Бога и Отца, и любовь Бога и Отца. Благодать Господа! 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 Я, дитя, сие весь тело мое, ежезабы ловимое, во оставление грехов. Аминь. Подобни чашу повече их, глаголе. Питер от неопсия, сияя есть кровь моя Нового Завета, я же за вызов ноги, изливаемая, во оставление грехов. Аминь. Твоя, от Твоих, Тебе приносящем, о всех, изо всех, Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи. И молимся, Боже наш, еще и приносим Ти словесную субискорбовую службу, просим, молим и милее Сидиме, спасли Духа Твоего сюда, да намолим, и на предлежащие дары сия, Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Боже, очисти нас грешного и помилуй меня. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Господи, пиши, приспедай, Боже, Твоего Духа в третий час, апостолом Твоего, и на предлежащие дары сия, Боже, очисти нас грешного и помилуй меня. Господи, пиши, приспедай, Боже, очисти нас грешного и помилуй меня. Господи, пиши, приспедай, Боже, очисти нас грешного и помилуй меня. Господи, пиши, приспедай, Боже, очисти нас грешного и помилуй меня. Владычице нашей Богородице и Присадеде Марии. Светися, Бог Иерусалиме, слава Господня, за Тебе, Господня, и Хрифтой, и Синься, и Вечистое, и Синься, и Вечистое, и Синься, и Вечистое, и Синься, и Вечистое. И Господь, 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 Господ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Душам нашим Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Твоим Духом, ныне и блесной вовеки веково. Вот здесь можно очиститься. Вон Мена Святая Святым. Воздравляемая Агнеса Божия, воздравляемая и раздряемая с первыми каташизмами, но причащающаяся, освящая Иисус Христос, и пробеждая исполнение Духа Святого Аминь. Блазиславенно, теплота святых, которые из теплота веры исполнят Духа Святого Аминь. Блазиславенно, теплота веры исполнения Духа Святого Аминь. Блазиславенно, теплота веры исполнения Духа Святого Аминь. Я же сломан, я же делом, я же медленный, я же в одни ночи, я же влюбленный, я же служу всех, я не прости, я как благо, ты человека, любите по мне. Простите меня, братья и сестры. Веруй, Господи, исповедуй. Просите меня, братья и сестры. Пришли, Господи, в этот мир грешный спасти. Можи, я свою первой спасти. Еще веруйте в сие самое спречистое Твое тело и сие самочистое Твое твой… Молюсь Господи, парними, прости мне пригрежение в огонь и вольный. Мне же словно делаю, не увидев, что не будет меня. Словно меня существенно, честное, дно я вас в ее иду, и посвящено. Аминь. Вечерой твои дно, днести с меня, Богу, честного дня. И в нюхо-гоборобной дани, в нюхо-гобзанец, я люблю, я приобретаю, и в нюхо-гоборобной возможности, чтобы это так, а помимо, Господи, на засадку, да не судьба у вас в дни, и не влечащая, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»